с добрым утром мы всех приветствуем на нашем канале все у нас 23 мая и мы едем домой наш отпуск закончился и мы едем домой так что совершил с вами еще одну удивительную поездочку из анапы до москвы оставайтесь на канале ну все друзья сдаем номер обедаем и уезжаем налаживать ветер не успокаивается но солнышко греет хорошо 23 мая 2 час дня небо нахмурилась но зато ведь ветра особо не то все мы вещи загрузили выезжаю поехали добрый путь еще раз в видео отеля езная группа сейчас мы заведем навигатор и поедем и поедем мы скорее всего через краснодар ну все в общем то мы выехали добрый путь и ни гвоздя ни жезла поехали все мы покинули анапу берем курс на краснодар до облачно достаточно да приятное да там солнышко но где-то далеко со мной может и в Сочи там все затянуло от лопа все въехали в крымский район потихонечку продвигаемся к краснодару вот он крымский город воинской добрости и вот она пробочка там идет ремонт моста сторону крымская пробочка небольшая а вот со стороны крымская краснодара пробочка большая диапазон как к ремонт дороги уезжаем и трубочки они стоят там балки такие работники куда торопиться один работает 10 месяцев на прокладку 5 метров а там трубы похоже да из-за этого меня нет коммуникации все тут едем по встречной сделали остановочку до краснодара нам еще 60 километров километров 30 до краснодара опять ремонт дороги как сказала Жанна выходные будут пробки сегодня у нас понедельник 23 мая ну хотя вот мы видим туда уже и скопилась пробка вот краснодара вот краснодара едем дальше населенный пункт афибский и вот здесь достаточно очень очень длинный участок ремонта дороги вот афибский мы проехали и опять ремонт дороги даже неизвестно где лучше ехать через краснодар или на краснодар или через станицу потому что здесь что-то очень много ремонтных дорог мы посмотрим что будет дальше мы на объездной дороге объезжаем краснодар краснодар у нас остался слева где-то вот три часа мы потратили на все это на всю эту дорогу вот она будет так краснодар ну да в общем то как бы видим вот там вот слева чернота вот мы выезжаем на трассу погода дрянь дождь идет мы выезжаем на трассу так на стопс на Дону 277 Москва 1346 вот это дождь Краснодар 2 километра суток на Дону 272 Москва 1342 строится мост река Кубань из Краснодара здесь в общем то всегда пробка есть сегодня не исключение в общем то да сегодня не исключение сколько мы не ездили через Краснодар здесь всегда пробочка вот впереди платный участок дороги да почти доехали теперь уже идем на Ростов по платным участкам дороги вот там где Краснодар вот там вот дождь погода плохая а вот туда уже на Ростов там погода лучше а вот это вот ярмарка ярмарка есть так что не беспокойтесь если что можете заехать черешня клубника помидоры яблоки картошка посочное масло вот такая вот ярмарка арбузы, дыни, орехи сейчас Жанна возьмет клубники и мы поедем дальше и помидорчиков не раскидывай не раскидывай Жанна, а почем помидоры помидоры 180 вот такие вот помидорчики клубника 330 а нормальный клубник ну что попробуйте Мам, а ты бабушка что общала не покупала? едем дальше в общем мы купили сколько мы взяли клубники три килограмма клубники помидорчиков ну и решили взять арбузик на каком километре все это ярмарка находится я не знаю но указатели предварительно будут это очень удобно едем дальше до Ростова нам осталось где-то 200 да, где-то 220 километров и здесь вот солнышко хорошо, тепло подъезжай к первому пункту взимания платы пункту взимания платы у нас будет 1200 у нас будет 1224 у нас будет 1224 а на улице все поехали класс 2 340 нас посчитал здесь всегда так потом придется увидите потом придется звонить узнавать так чтобы делали коррекцию ладно едем заехали заправиться на татне цены вот они 95 52 99 92 48 29 дископлива 52 29 дископлива 53 79 если заправляетесь 30 литров и выше то 2 рубля минус с каждого литра вот такая вот заправочка и вот такой вот у нас закат такой вот закат заработал где-то нас по метров пятьдесят пятьдесят пять где-то так так что скоро будем в ростове пока любите заказ можно сказать все солнышко почти села теперь мы с вами все будем встречать чуть позже рассвет ну что поехали дальше сугереву балочку проехали здесь вроде бы сейчас все спокойненько мы въехали в аксай из отеля мы выехали где-то пол второго сейчас у нас время без десяти девять мы едем в аксай проезжаем аксай можно так стадо лукой вот такая вот стояночка ложка за маму пончики здесь топлива 53 26 92 49 27 95 55 27 61 92 это сотый вот такие здесь цены там кукуруза и здесь еще есть рынок но это примерно тысяча двадцатый километр вот они дорожные работы примерно 30 километров отбежать от красного октября и будут ремонтные работы достаточно длинный длинный участок и как мы видим вот она уже движение здесь мое вот и мы стали и такой темный участок здесь мы потеряем достаточно много времени тысяча седьмой километр тысячи километров до москвы только что проехали тот рынок знаменитый это на 1000 километре стоит где очень многие заезжают закупаются рыбой он закрыт так как ремонт работы к нему не подъехать не съехать смотрите первый участок где-то было километров около 30 потом километров 10 2 полосы то есть нормально можно ехать и потом опять же ремонт дороги сколько будет посмотрим заехали вот такое место отдыха такое приятное место отдыха бесплатным туалетом еще достаточно приличным по поводу платных по поводу ремонта дорог примерно километров около 30 вы отъезжаете от ростова и будет ремонт дороги примерно где-то 50 километров дальше все идет нормально и следующий ремонт дороги примерно 120 километров будет в аккурат до платного участка дороги а за с есть точно сказать где и как будет ремонт дороги невозможно так как они могут меняться и тогда когда вы поедете может и не быть уже а может быть другом месте вот все но мы едем дальше поехали это вам или нет но дорога пустая что в одну что в другую сторону машин очень и очень мало и вот он воронеж и вот он рассвет очередной пункт взрывания платы ищем транспортер где проезд а вот они проезжаем поезд нехали ну вот друзья не знаю видно вам или нет вот он рассвет вот он восход солнца воронежку проехали на 490 километров до москвы закат уже встретили закат уже проводили закат уже проводили вас встречает вот закат встречает у него как и начисто это на дороге написано еще 23 05 хотя уже 24 но нормально поэтому закат встречает я пошла вот что вот вот там Поехали. Там туман, и вот это солнышко, приятное утреннее утро. Приятное утро. И нам осталось 430 километров до Москвы. Поля в просторах. 7 часов утра до Москвы 241 километр. Трасса пустая. Что в одну, что в другую сторону. Машин мало. Сегодня у нас вторник, 24 мая. Нам осталось еще чуть-чуть до дома. Все, мы въехали в Московскую область. За Москвой осталось 115 километров. До дома чуть-чуть побольше. Так что скоро будем дома. Время 529. До Москвы тут уже осталось меньше 100 километров. И на Воронеж существенно прибавилась машина. А вот 84 километра до Москвы. В общем, мы уже подъезжаем. Отсюда нам где-то 5-10 минут езды. И мы будем дома. Поддержите канал подпиской, лайком и комментарии. И до новых встреч на канале. В общем, смотрите, друзья. На нашем тусанчике мы проехали 1600 километров. Потратили 170 литров 92-го бензина. И 8200 рублей за бензин. А также 2000 рублей на платной дороге. Всем удачи! Всем удачи!